Привет! Мы все знаем тысячи слов и, кажется, умеем писать. Но лишь немногие из нас умеют писать так, чтобы читатель следовал за нами. Я пишу с 2010 года, активно публикуюсь в СМИ. И все это время ищу формулу сильного текста. Кажется, ее удалось найти. Ведь есть слабый текст, а есть сильный. Есть текст, как жвачка для мозгов. Ее жуешь и потом выплевываешь. А есть текст сильный, за ним хочется следовать, он мотивирует, окрыляет, вдохновляет. Хочется узнавать о писателе больше и больше. И слабый текст можно сделать сильным. Это не уникальный дар, ему можно научиться. Вот посмотрите на примере, как это делается. С первого взгляда кажется, что этот текст очень даже ничего. Но на самом деле он откровенно слабый. Он не решает своей писательской задачи. Не заставляет читателя верить, не вызывает у него эмоцию. Не предлагает следовать за собой. Но это можно исправить. Вот как это делается. Осознанное писательство ОЖ. Курс, который является лидером рынка обучения. Сразу возникает вопрос, что значит лидером. Да и вообще такие слова, как лидер, ведущие, вызывают всегда неосознанно много вопросов. Читателю хочется видеть подтверждения и факты, которые говорят сами за себя. Курс, который является лидером. Давайте напишем просто. Курс номер один в России. Тем более, что это действительно так. Курс номер один в России о том, как писать, чтобы вас публиковали. И слово ведущие заменим на конкретику. Чтобы вас публиковали такие СМИ, как ведомости, секрет фирмы, коммерсант. Именно в этих СМИ публикуются наши выпускники. И мы действительно этим гордимся. За время курса вы пишете несколько статей и направляете их в ваше любимое издательство. Но опять же, за время курса это за сколько? За 5 дней, 10, месяц или полгода? Читателю нужно возвращаться и обязательно смотреть, какая продолжительность курса. Несколько статей это тоже большой знак вопроса. Одна статья или три, а может быть целых 10. Лучше сказать конкретнее, ведь эти цифры у вас тоже есть. Не за время курса, а за 10 дней курса. Вы пишете не несколько статей, а ровно три. И направляете их в издательство. Ваши любимые, как и любые оценочные определения, лучше убирать. Ведь для каждого они свои. Посмотрите, как изменился текст. Он стал короче, суше, но при этом остался сочным. Потому что в нем есть факты, придающие достоверность, в которую читатель верит. Курс номер 1, конкретные СМИ, 10 дней, 3 статьи. И это самое главное, что текст должен выполнять читателям. Вызывать доверие, вызывать эмоцию, заставлять хотеть следовать за собой. Вот так слабый текст становится по-настоящему сильным. Увидели? Почувствовали? А теперь пробуем. Сделаем текст сильнее.